Добрый день! В эфире Реалунг ТВ. У нас сегодня предпраздничная программа. Она посвящена вкладу армян в Великую Победу. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, заместитель директора Института Истории Нанра Карен Гамлетович Хачатрен. Добрый день, Карен Гамлетович. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Для армян, конечно, Великая Отечественная война и Победа – это большое событие. Мы все знаем, какой большой вклад имели наши предки. У всех армян есть в семье родственники и предки, которые участвовали в этих сражениях. И мы все знаем, что почти каждый пятый житель Армении тогда ушел на фронт. И общее число составило 500 тысяч, если я не ошибаюсь, 300 тысяч из Армении, 200 тысяч из других социалистических республик. И по числу героев СССР в годы войны Армения заняла шестое место. Карен Гамлетович, как получилось, что Турция не вступила в войну? И мы знаем, что в 1942 году уже было скопление турецких войск на границе с СССР. И что на Южном Кавказе фактически не было военных действий. Спасибо за приглашение. Я тоже хочу присоединиться к тем поздравлениям в связи с годовщиной Великой Победы Советского Союза, Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вы правильно заметили, вклад армянского народа, и не только проживающего в СССР, а во всем мире, очень большой. Вы назвали цифры участия армян в Великой Отечественной войне. Я хочу уточнить, что, имея в виду Вторую мировую войну, по нашим исследованиям, мы получаем цифру от 550 тысяч до 600 тысяч. То есть, около 100 тысяч армян воевали и в армиях союзников против фашистской коалиции. Таким образом, вот эти статистические данные показывают, что и потери были очень большие. То есть, от 600 тысяч участвующих во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, погибло более 200 тысяч армян. И тем самым, вклад армянского народа в эту Великую Победу более чем существенен. Вы коснулись также проблемы Турции. Мы знаем, что перед началом войны, перед нападением фашистской Германии на Советский Союз, Турция практически подписала договор с фашистской Германией. И через Черноморские проливы должны были осуществляться поставки военного оборудования, военной техники, значит, для фашистской армии. В течение Великой Отечественной войны позиция Турции более существенно изменилась. Она практически уже начала враждебную политику по отношению к Советскому Союзу. И, например, турецкие лидеры, высокопоставленные чиновники даже объявляли в своих выступлениях, что если фашистам удастся истребить хотя бы половину русского народа, то это будет подвигом фюрера, равному которому нету в истории. Вы понимаете, то есть позиция Анкары в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, имела постоянную антироссийскую, антиславянскую направленность. И понятно, что Турция ждала удобного момента, чтобы выступить и вступить в войну. И для этого на закавказско-турецкой границе дислоцировалось около 26 турецких дивизий, которые были готовы вступить в Советское Закавказье. И они ждали удобного момента. В первую очередь, это битва при Москве. Если бы Москва пала, турецкие армии, можно с большой уверенностью констатировать, что вступили бы в войну Советское Закавказье. А мы знаем, какой исход это имело для армянского народа, подвержившегося геноциду в 1915-1922 годах. И мы знаем, что в годы Первой мировой войны Турция как раз была и союзником Германии, и использовала военное время для истребления и совершения геноцида армянского народа. Так что следующий этап геноцида мог полностью осуществиться и в Восточной Армении, если бы пала Москва или после этого пал Сталинград, турецкие полчища вторглись бы на территорию Закавказья. И вы знаете, конечно, армянские историки и другие об этом писали, есть документы, но есть неопровержимые факты. Например, генерал Тюленев, который возглавлял Закавказский военный округ, как раз пишет в своих мемуарах, что турки ждали удобного момента, буквально чтобы захватить все Закавказье, продвинуться до бакинской нефти и тем самым пытаться осуществить свои пантюркизские цели. И хорошо, что этого не случилось. Победы Красной Армии и под Москвой, и в Сталинградской решающей битве, можно сказать, что исключили возможность вступления Турции на территорию Закавказья с последующими трагическими событиями. Вот коротко, если по этому вопросу. Мы знаем, что после окончания войны Советский Союз предъявлял территориальные претензии Турции. Как получилось, что земли так и не были возвращены? Насколько известно, это те земли, которые были переданы Турции по Московскому договору 1921 года. Хорошо, спасибо. Вы затронули очень интересный вопрос, и он и для нас, историков, очень интересный. Есть многие работы, посвященные этой теме. Я обязательно отвечу на ваш вопрос. Хотелось бы вернуться к некоторым вопросам Великой Отечественной войны, и надо сказать, что и для армянского народа эта война имела отечественный смысл. К сожалению, в нашем обществе есть и малочисленные группы, которые не воспринимают, противятся, что эта война для армянского народа была отечественной. Но мы, историки и многие специалисты, об этом говорим не в угоду каких-то интересов, тоже исключительно на фактах. И само участие армянского народа в таком количестве, это говорит об этом. Я хотел бы еще сказать, что армяне НКО, Нагорно-Каракавской автономной области, тоже очень активно участвовали в войне. И из около 150 тысяч армянского населения Нагорного Карабаха более 40 тысяч участвовало в этой войне. И если из всех участвующих армян погибли, сложили свою голову за победу одна треть, то здесь около половины участвующих армян из Нагорного Карабаха, а арцаха около половины погибли за освобождение родины. И надо сказать, что в сердцах многих участвующих армян в Великой Отечественной войне еще была свежа горесть утраты своих близких и родных в годы геноцида. Ведь армяне знали, что союзник Германии-Турция, как я уже сказал, осуществила геноцид. Так в этой войне Турция тоже как бы союзник Германии. А почему она не должна осуществить следующий геноцид? И вот многие армяне в своих письмах из фронта, домой, они писали, что мы мстим за смерть, уничтожение наших предков, мстим фашистам. И я хочу сказать, что отечественный смысл войны для армянского народа, он есть, он и сейчас есть, и свидетельствуем этому и мероприятий, которые осуществляются на протяжении вот этих десятилетий. И памятники в честь героев, в честь победы по всей Армении они разбросаны. И вот этот смысл отечественной войны для армянского народа был и остается. Что касается Турции, уже после окончания Великой Отечественной войны и территориальных претензий советского руководства к Турции, я должен сказать, что турецкая дипломатия, как всегда, как восточная дипломатия, она все время как бы следила за ходом событий. И когда уже стало ясно, что фашистская Германия потерпит поражение, и победа будет за Советским Союзом и союзниками, представляете, 23 февраля 1044 года, день Советской Армии, Вот в этот день Турция официально объявляет войну фашистской Германии. То есть уже все решено, как бы она и не входит в войну на практике, но заявляет об этом. И тем самым они хотели, чтобы после поражения фашистской Германии Советский Союз воспринял Турцию как союзника в войне с фашистской Германией. Но так не случилось, советские руководители знали об этом. И как раз уже на Потсдамской конференции великих держав советская делегация во время переговоров выступила с территориальными претензиями к Турции. Эти территории были территорией как Советской Армении, так и некоторые территории Советской Грузии, в частности Карс, Ардаган, Талтыйский район, Сурмалу и другие. То есть, как вы правильно сказали, те территории, которые были утрачены по русско-турецкому договору 1921 года. И как специалисты по этим вопросам я должен сказать, что в этом несправедливом решении для армянского народа велика была и роль Сталина в 1921 году. И, ну понятно, тогда Советская Россия была в очень трудном положении, как внутреннем, так и внешнем. И как бы вынуждена была уступить эти территории, разрез интересов армянского народа, чтобы Кималийская Турция выступила в году идеологии мировой революции и против империалистического Запада. Так вот, по моему мнению, Сталин хотел исправить эту ошибку. Понятно, что без его ведома никто бы не смог поднять вопрос территориальных претензий. Этот вопрос был поднят и очень решительно. К великому нашему сожалению, союзники в войне Соединенные Штаты Америки и Великобритания воспрепятствовали вот этому справедливому требованию советского руководства. Вы знаете, они поддержали, к сожалению, Турцию. Даже Соединенные Штаты объявили, что любое действие против Турции они воспримут как действие против США. И военные действия в этом регионе из-за территориальных претензий советского руководства опять могут возобновиться. То есть, к сожалению, западные державы не стали на защиту претензий территориальных справедливых советского руководства по отношению к Турции. Тем самым, еще раз можно сказать, предали интересы армянского народа в справедливом решении армянского вопроса. Понятно, Советский Союз как главная держава-победительница в войне, она могла и дальше свои требования воплотить в жизнь. Но, к сожалению, опять случилось событие, которое воспрепятствовало осуществлению этих планов даже военным путем. Мы знаем, что уже через несколько месяцев Соединенные Штаты использовали атомную бомбу в августе против милитаристской Японии. И вот это оружие, такое мощное по силу, можно сказать, держало те шаги советского руководства, которые она предприняла на дипломатическом уровне и уже могла предпринять и на военном уровне. К сожалению, вот Запад воспрепятствовал и стал на поддержку Турции. И чтобы закончить вот этот вопрос, я должен сказать, что пока был жив Сталин, советское руководство не отменяло эти территориальные претензии по отношению к Турции. После его смерти уже новое советское руководство заявило от имени армянского, грузинского народа, что никаких территориальных претензий к Турции больше не имеет. Вот в целом вопрос территориальных претензий советского руководства к Турции. К сожалению, этот вопрос остался нерешенным и в этот период. Давайте еще поговорим про участие армян из диаспоры в войне. И интересна еще позиция партии Дашнак Цутюн, которая изначально выступала против большевизма, против того, чтобы Армения остановилась советской. И какую позицию занимала эта партия в годы Великой Отечественной войны? Хорошо. Я должен сказать, что идеологически, конечно, они были противники Дашнак Цутюн и коммунисты, большевики. Но должен сказать, что в 1920 году, конкретно 2 декабря, Дашнакское правительство подписало же соглашение с большевиками Советской России о мирной советизации Армении. То есть в этом вопросе было подписано соглашение и Дашнак Цутюн полностью приняло советизацию Армению. Другое дело, что после этого события произошли, что опять между этими силами идеологическая борьба продолжалась. Что касается действий Дашнак Цутюн и представителей в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, понятно, что они тоже были противниками фашизма и в рядах союзнических армий. По разным сведениям называется цифра 50 тысяч больше и в движении сопротивления на захваченных фашистами территориях, европейских территорий. Очень много представителей Национальной армянской партии тоже участвовали в войне против фашистской оккупации. Что касается вопроса взаимодействия, как бы такой вопрос есть некоторых представителей этой партии, то все это сводилось к тому, чтобы если Советский Союз, Красная Армия потерпит поражение, например, в битве под Москвой или Сталинградской, и Турция нападет на Советское Закавказье, на Армению, чтобы противостоять очередному геноциду армянского народа. И в их письмах, некоторых лидеров армян и представителей этой партии, советскому руководству, мемуарах, это Красная Нича проходит, что они не против Советского Союза, они не против побед Красной Армии. Они тем самым хотят, если, не дай бог, ситуация пойдет по этому пути, то есть Красная Армия проиграет, чтобы в этом случае защитить армян, защитить армянство Советского Союза. Вот вкратце такая вот история этого вопроса. С этими событиями связано имя национального героя Армении Гарри Кинен-Наштек. Недавно как раз мы отметили столетие горной Армении. Он стоял в истоках, он создавал эту республику, которая еще год существовала, после того, как основная часть Армении уже стала советской. Но вот нашего национального героя, некоторые называют пособниками фашизма, какова историческая правда и кому нужно очернять имя героя Армении? Хорошо, как раз мы к этому шли. Я когда упоминал вот этих деятелей, конечно, имел в виду и нашего национального героя Армении, Армении, армянского народа Гарри Гинен-Наштек и Дро, Драстамата Кайнаяна, их имена больше всего как бы связываются в годы войны в сотрудничестве с Германией. Вы правильно отметили, несколько дней назад исполнилась столетняя годовщина провозглашения горной Армении, Лерна-Айастан. И мы очень большую конференцию и мероприятие проводили как раз в Горисе, Зангизуре и Татевском монастыре, где как раз было объявлено о независимости горной Армении. И как островок независимости за Кавказье под руководством Гарри Гинен-Наштек армяне сопротивлялись силам Красной Армии и отстояли Зангизур, Сюник, Советской Армении. Вы знаете, и документы об этом говорят, и сами участники, и сам Гарри Гинен-Наштек, что главная их цель была то, чтобы Зангизур остался в составе Советской Армении. Они сами знали, что эта независимость долго не будет продолжаться. Главной целью было то, чтобы не допустить, чтобы Зангизур был включен в состав Советского Азербайджана. Были такие сомнения. Мы помним о судьбе Нахичевани, о судьбе Нагорного Карабаха. И я должен сказать, что вот эта борьба увенчалась успехом. И, конечно, с именем Гарри Гинен-Наштек и других его соратников, которые оружием в руках сражались за свою землю, надо упомянуть и тогдашнее руководство Советской Армении, в частности, председателя правительства Александра Мясникяна на дипломатическом фронте. Он тоже очень активно действовал. И его все усилия сводились к тому, чтобы и Зангизур, и Нагорный Карабах оставались в составе Советской Армении. Что касается деятельности Наждея и его соратников в годы Второй мировой войны, то я уже упомянул об этом, что какая цель преследовалась. Тем более, надо было спасать жизни и армянских военнопленных, которые очутились в фашистских концлагерях, и создать вооруженные силы из армян. И это имело тогда огромное значение. И по нашим сведениям, вот эти вооруженные формирования армян в составе фашистских войск, они таких сражений против Красной Армии не вели. И также известны письма Горегина Наждея и Сталину, и Рашилову, в которых он говорит, что его главная цель – это воспрепятствовать вхождению Турции в войну. Если такое произойдет, то в сотрудничестве с Германией обуздать турок, чтобы не повторились трагические события геноцида. И в этом отношении, конечно, тут двоякое восприятие. Мы понимаем и тех, которые говорят о этом сотрудничестве. Конечно, оно было, но это сотрудничество было не против Советского Союза, а было за защиту от вероятных трагедий армянства, освобождения армянских пленных, надежды на их жизнь. И те силы, которые говорят о том, что Горегин Наждея как бы приспешник фашистов или что это, не имеет под собой никаких оснований, Горегин Наждея остается героем армянского народа, и мы никогда не восприним его как такого идеологического соратника фашистов. Тем более из истории мы знаем, что когда Наждея находился в Алгарии, там уже Красная Армина, он мог свободно покинуть эти территории, но он как честный человек остался и, знаете, был арестован. Но и советское руководство, по-моему, все-таки это понимало. Вы знаете, если бы он был для советского руководства как предателем или противником, врагом, но я не думаю, что советское руководство разрешило бы ему возвратиться на родину, советскую Армению, побывать здесь и вести с ним переписку. Предателя родины на месте расстреливали, никаких поблажек я о других-то не слышал, чтобы, например, Власа, Власовщина, другие, которые сотрудничали с фашистами, и рьяно воевали с Красной Армией, к ним было бы такое отношение. А вот Горегина Нэжде, вот отношение было такое, понятное дело, что еще шла война, и после этого у советского руководства, как мы уже сказали, были цели по отношению к Турции. И вот я думаю, что если бы, хотя история склонителя не имеет наклонения, ну, если бы вот на практике вот Советский Союз начал бы возвращать свои территории, то я думаю, что Горегина Нэжде использовали бы и в этом. Так что в этом отношении я категорически не согласен с теми, ну, это в основном внешне, ну, в нашем обществе кое-какие лица могут что-то такое невнятное сказать, но я думаю, что это практически в обществе нету такого отношения к нашему национальному герою, а это все делается извне. Ну, и они должны смотреть свою историю, например, и азербайджанские формирования были, их лидер, Ассул Заде, который героизирован и так далее. Так что, думаю, это, как говорят, происки империалистов, наших недругов. Вот вы же сказали про происки империалистов. В кавычках. Да, понятно. В мире сейчас очень напряженная ситуация, некоторые эксперты это называют новой холодной войной, и она проявляется часто именно в каких-то информационных войнах, в том числе роль Великой Отечественной войны, там, роль Советского Союза иногда представляется, как чуть ли не захватчиками представляются, и Сталин приравнивается иногда к Гитлеру. Какова опасность, какие последствия могут быть у такой информации, которая распространяется, и что можно этому противопоставить? К сожалению, вы правы, но я думаю, что не имеет под собой все это исторической документальной основы, а это все как бы пропаганда. И против Советского Союза, бывшего и против сейчас Российской Федерации. Тем самым Запад хочет унизить роль Советского Союза и Советского народа в Великой Победе. И надо сказать, что западные круги и некоторые специалисты, историки, политологи, политические деятели фальсифицируют не только ход войны, но и предысторию, и окончание их хотят уменьшить заслуги советского народа в этой Великой Победе. И если говорить о предыстории, то они должны в первую очередь вспомнить о Мюхенском сговоре, который как бы и начал, от этого и началась вот эта уже агрессивная политика Гитлера, которая привела ко Второй мировой войне. И если говорить о пакте ненападения между Советским Союзом и фашистской Германией, то этот пакт как бы противовес направлен этому Мюхенскому сговору. То есть вот эти, в кавычках, специалисты должны ответить на этот вопрос. А Мюхенский сговор, что это было? И после этого обвинять Советский Союз в развязывании войны, пособничестве фашистской Германии, я думаю, это не имеет под слову исторической, правовой основы, это всего лишь пропаганда. И ход войны фальсифицирован, и ее итоги. Вот главный вклад в Запад преподносит союзническим войскам, открытию Второго фронта. Конечно, это имело огромное значение, но мы уверены, что главный вклад в победу, в нее Советский Союз, Советский народ. И Запад открыл Второй фронт, когда уже было понятно, что, в принципе, дни фашистской Германии со стены. Но еще раз хочу сказать, что это имело весомое значение. Если коротко сказать, у наших народов победители хотят отнять историю, хотят отнять вот это чувство победителя. Вот главная их задача в этом. Но я думаю, это им не удается и не удастся, потому что победа такая великая и имеет мировое значение, что никто не отречется от него. И мы армяне, мне интересно, те круги, которые говорят, что это для нас не была Отечественная война, они умоляют геройство наших предков, память историческую. Вы знаете, вот это чувство победы для армянского народа имело огромное значение. Народ, подвергшийся геноциду, становится победителем. И армянин, армянский солдат, офицер, генерал, исторические события многие знают, и участие наших генералов, я об этом не хочу сейчас так говорить, но представляете, простой армянский солдат из Западной Армении родом, из Восточной Армении, он как победитель вместе в рядах Красной Армии шагал по европейским странам, освобождал европейские страны и дошел до Берлина. Вот мы об этом должны говорить, что армянский солдат, как победитель, дошел до Германии, до Берлина, и мы должны этим гордиться. Противовес тем, которые хотят, еще раз скажу, украсть чувство вот этой победы. Я думаю, это им не удастся, и свидетельствуем этому и политика властей Российской Федерации, и в народе чтят своих героев, пропагандируют, и если это будет утрачено, я думаю, что будут иметь трагические последствия и для русского, и для армянского народов, тем более в этой войне и наше боевое сотрудничество окрепло с русским народом. Так что мы должны этому всячески противостоять. Я скажу от имени армянских историков, что мы не переписываем историю, а четко, ясно, на основании документов представляем ее и ни в коем образом не отойдем от этого. – Карен Камритович, большое спасибо за интервью. – Спасибо. – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok